Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Ну, я решил все-таки завершить, как и говорил вам ранее, первую главу из этой книжки. И первым делом, естественно, просто пришел в деревню Вимара. Видимо, здесь должна быть какая-то зацепка. И да, я сразу же пообщался с Альфонсо. И тут появилась, скажем так, подсказочка. Пришла пора разоблачить этих негодяев из деревни Вимара. А тут еще есть возможность. Давай тихонько уйдем. Может быть, это второе давайте вариант сразу попробуем использовать. А, нет, в смысле тихонько уйдем, в смысле... А-а-а, так нет, это означает, это типа... Так, привет, Альфонсо. Вы пришли. Макси Плей, что-то случилось, если вы из-за раны, она уже ушла. Хотели поговорить с тобой. О злодеях в деревне Вимара. А, Макси Плей пообещала ранее разобраться с теми, кто творит здесь зло. Поэтому она со спокойной душой отправилась в путешествие. Ясно, никаких зацепок у меня нет, но если я чем-то могу помочь, запрашивайте. Сперва мы ведем тебя в курс дела. Итак, кто из детей пропал первым? Офигеть, а кто знает, ладно, сюда бы. Да, Праймэн вспомнила, это точно был сюда бы. Она услышала, что где-то в лесу есть трава, которая поможет улучшить зрение Амадзи. Вот и направилась туда. Это так. Тогда мы очень заволновались и отправили на поиски целый отряд. Помню, рано сказалось, что ты организовал поисковую группу и принес с собой карри. Кто сказал в судабе о траве? Это был я. В судабе хорошая девочка. Она так сильно беспокоилась об Амадзи. Помню, как однажды обмолвился с ней об этом. Но еще я сказал, да-да, Паймэн-то знает. И сказал ей не бродить по лесу в одиночку. Она и правда очень заботится о дедушке Амадзи, это правда. Еще какие-нибудь вопросы? Кто пропал следующий? Да откуда же я знаю, ребят? Ну пусть будет Кавус. Кавус собирался отыскать в лесу какого-то друга, чтобы обсудить с ним про Пашу сестры. Точно! Он упоминал об этом. Альфонсо, ты случайно не знаешь, о каком друге он говорил? Откуда мне знать? В лесу я не нашел ни Кавуса, ни его друга. А как вы знаете, позже он сам вернулся, ничего не помнит. Еще вопросы. Больше никто не пропадал. Паймэн, говори. А? Ладно. Я там должен был стать следующим. Но на него наткнулись мы сраной. И так он спасся, как это случилось. Я там сказал, что слышал от тебя, Альфонсо, истории об огромном грибе в пещере. Он хотел сорвать его для раны. В лесу его начал преследовать злой Фатуи. Я там испугался, побежал и попал в ловушку зоны увядания. Что? Он попал в зону увядания? Почему же он мне ничего об этом не сказал? Это же так опасно. Но если он попал в зону увядания, как ему удалось спастись? Ведь даже Макси Плей, что владеет элементами без... элементами без глаза бога... Хм... Стоит ли рассказывать ему оба ранее? Ну вообще, ну не знаю, ну пусть будет стоят. Альфонсо, ты вряд ли нам поверишь, но в лесу есть феи, которые называются ранарами. И а там, и остальные детишки. Друзья, а ранар... А друзья помогают друг другу. Кто? На Фатуи попали... Пали настолько близко, что стали нападать даже на детей. А, и все же, мы так и не узнали, кто же этот негодяй, что прячется в деревне Вимара. Пайман за нами кто-то наблюдает. Что? Где? Неужели это тот самый негодяй? Сходи и проверь. В одиночку? Если что-нибудь случится, кричи, я сразу приду на помощь. Ну ладно уж, но не все тебе одной заработать-то. Пайман тоже поучаствует. Водушевленная Пайман улетела. Ммм... К чему этот театр? Меньше знает, крепче спит. Ну, поговорим в другом месте. А, и это зацепка! Я так и знал! Знал, что я пришел в нужное место, в нужное время к нужному человеку. Вот оно что. И когда же ты начала меня подозревать? Это все из-за слов Судаби и Атама? Тебе известно мое имя? Не помню, чтобы рано нас представляло друг другу. Может, у меня просто отличный слух. Вот и услышал имя, когда она знакомила тебя с дедом Амадией. Дедушка Амадия тоже не знает моего имени. Да уж, тут я сплоховал. Но помимо Фатуи существует еще одна большая организация. Гильдия Искателей Приключений. Я что, совсем не похож на одного из них? Ты много знаешь о Фатуи. Дурная слава о них ходит по всему миру. По всей видимости, никаких доказательств моей причастности к ним у тебя нету. А это и не важно. Верно говоришь. Только Суду нужны доказательства. Ищейки же достаточно чутья. И она уже у добычи на хвосте. Умные ищейки не идут на запах, что приведет их к дракону. Но ты не из тех, кто сдается на полпути. Ты специально сказал ранее не патрулировать лес? Чтобы она ненароком не влезла в дела, Фатуи. В этом есть доля истины. Но важно то, что я не хотел, чтобы Рана пострадала. Другие Фатуи не стали бы так поступать. Ведь и Рана, ни Рана, ни Вимара ничего для них не значит. Кто же ты на самом деле, Альфонсо? Имя, данное мне, при рождении давно похоронено под толщей снега. Он Фатуи, Трофим Снежевич. Ха-ха, Снежевич, ё-моё, что это? А имя, что дал мне дом, очага, Трофим Снежевич. Снежевич из дома очага? Судя по твоей реакции, ты уже знакома с моими братьями и сёстрами. А-а-а, только не говори. Кому именно посчастливилось увидеться с тобой и о том, что с ними стало, я тоже знать не желаю. Раз они раскрыли тебе свои личности. Значит, они предали её величество. А-а-ам, расплата за предательство смерть! Нет у меня настроения выслушивать неприятные новости. Дом очага, убежище, что создала Орликино. Выросшие там дети не имеют меж собой никаких родственных связей, но узы их крепче, чем у кровных родственников. С наступлением совершеннолетия достойных обучают, чтобы впоследствии они стали агентами и рассредоточились по разным уголкам земли в ожидании приказов. К несчастью, я тоже оказался в их рядах. И что за приказ у тебя? Поймать Аронару. Датори желает исследовать связь между Аронарами с нами и Увиданием. Один из их проектов. Использовать сны и зоны Увидания в военных целях. Я же, как и все побежденные, добой Фатуи побежденные. Являюсь частью исследования. Мы не можем видеть Аронара, вот у Кавуса, Судабы и Атама есть все возможности входить с ними в контакт. Ты приказал Фатуи похитить их, чтобы приманить Аронар? Все верно. И у меня получилось. Но сила их и вправду велика, поэтому... Поэтому Аронаре удалось улизнуть из хорошего, хорошо охраняемого лагеря дважды. Да еще и прихватить с собой детей. В этот раз Датори положил глаз на нечто стоящее. Могу я задать тебе вопрос, Макси Плей? Зачем тот Аронара стер у Кавуса и Судабы память? Боялся, что о нем узнают? Аронар не хотел, чтобы у детей остались такие скверные воспоминания. Аронар не хотел, чтобы в будущем те пошли по вашим стопам. Вот как. Значит, того Аронара зовут Ароной? Похоже на имя Раная. Звучит красиво. Как будет шанс? Поблагодари ее за меня. Зачем тебе ее благодарить? А Вимара мне будто дом родной. Раная там, словно кровные родственники. Коих у меня никогда не было. А Судабы и Кавус, дорогие сердцу сестра и брат. Надеюсь, они вырастут здоровыми и станут порядочными и добрыми людьми. Хоть Саронара и усложнил мне задачу, я искренне ценю то, что он для них сделал. Я понял. Вот почему ты отвлекла Паймана. Не стоит детям знать о всей той грязи, что присуща нашему взрослому миру. Успей же насладиться своим детством. К чему лежит душа, туда и следуй. Но помни, что однажды тьма придет. Это то, чему учили нас в доме очага. Однажды все мы вырастаем и неизбежно сталкиваемся с темным миром взрослых. Только готовясь к нему с раннего детства, ты сможешь защитить себя и тех, кого любишь. Но наш подход к этому тоже имеет смысл. Быть сможет, если бы я вырос здесь, в Эмаре, был бы лучшей версией себя. Твоя болтовня бессмысленна. Я понимаю, но мне досадно. Вот бы всю жизнь носить мне имя Альфонсо, а не Снежевич. Как бы хотелось мне за правду стать Ятаму, названным братом. Хотел бы я быть добропорядочным членом общества, но я увяз в стальной системе. И как хотелось бы мне стать семьей для раны и детей, но у меня есть дом, что не могу предать. Некоторые мои коллеги настолько сильны, что способны противостоять самому предвестнику. Они не прикрепляются ни к какому городу и ни к какой стране. Даже такой свободный, почетный рыцарь, как ты, не сумеет понять этого чувства. Ну, я не знаю. Наверное, ответим, я понимаю тебя. Но это не оправдывает твои поступки. Ну, раз уж мы поговорили на чистоту, что планируешь со мной делать? Так, не приближайся к тебе времени, пюмара, и чтобы я тебя больше не видела. Бой! Я сдержу данное раннее обещание! Ух ты! Злодеи должны быть наказаны. Я знаю, как заканчивают все злодеи, но все равно не сдамся. Пусть ты и махтиплей, против которого у меня нет шансов, я буду бороться. Потому что... Я волк в овечьей шкуре, капля яда в прекрасном вине, и имя мне Снежевич. Ну же, нападай! Вау! А что бы если я ответил блог? Да ладно! Трофим Снежевич! Ха-ха, серьезно? Ну пусть он выйдет, а то я упаду, я чувствую. Иди ко мне. Ты ж умеешь быстренько бегать? Ну, я не знаю, что бы было, если бы я выбрал бы отпустить его. Где он бегает? Ага, вижу. Снежевич, злодей. Почему их делают с злодеями? Почему это? Это же бред. Ладно, давайте уничтожим. Есть! И-а-а! Вечный изгнанник леса! Серьезно? Брошенный... Мы его убили? Нарости большим и сильным, не пасой перед проливным дождем, не бойся зимней стужи и не поддавайся... А-а-а, видимо, чему-то. Слушайте, может быть, надо было его отпустить? Или все равно битва была бы? Не, ну это печально, на самом деле, если это так. Так, а можно посмотреть хотя бы то, что мне сейчас выпало? Там какие-то записки, возможно, или еще что-то? Вот, смотрите, это запись. Потрепанный кулачок бумаги, читать. Песня из ниоткуда. Мы безродные дети, презренные слуги на передовой, где благословение царицы не может достичь нас. В левой руке мы держим щит для защиты нашей родины, а правый меч, вершающий волю зимней звезды. Мы скрываем лица за масками в знак презрения и к лживым законам небес. Мы попираем ложные божества их цепных псов. Я стану злом, принявшим личину добра, ядом в целебном, отварив волком в овечьей шкуре ртутью, налитой в золотой кубок. Я прощусь с братьями, которые ближе мне, чем родные братья, и отдам жизнь за родителей, которые ближе мне, чем родные родители. Дорогой Снежевич, дорогая Снежевна и дорогие братья и сестры, если однажды мой путь прервется, если я усну под белой березой, продолжайте идти вперед. Да, вот это я понимаю. О, кстати, засовшая кусава. Прикольно. А это что такое? Странный пергамент. А где его нашел-то? О, путник, что привело тебя в эту затерянную подземную пещеру. А это откуда такое? Туда. То были легендарные истории о Хасаде, золотом искателе приключений. Да будет тебе известно, что эти сказки лишь малая часть того, что мне довелось пережить. Лишь безымянное божество пустынь знает о постигшем меня ужасном несчастье. Древние тайны неведомые простым смертным наложили на меня тяжелые проклятия, и я стал оракулом бестелесной сущности. По велению злого духа, что наблюдает за мной из мрака, я подготовил три испытания, за которыми скрывается сокровище, принесенное из проклятого города меди. Если жадность и любопытство пересилишь в страх, следуй за мной. Слушайте, ну тут куча еще, походу, этих, да? Ммм, загадок. А как? Я выполнил уже или нет? Да, галочка стоит, кстати. Получается, я завершил полностью вообще все. Но мне ачивку дали, я чувствую, что как раз это связано с тем, что я сделал. Да, хотя бы дайте посмотрим, что это. Чудеса света. Так, что ж, все дела сделаны. Вечный изгнаник леса. Получается, мы полностью завершили все главы с ранарами. Не, ну тут, возможно, есть еще какие-то задания мира, небольшие такие, скажем так, связанные с ними. Но все равно приятно, согласитесь. Меня больше пугает вот эта вот штука. Ну это, я думаю, что рано или поздно. Кстати, а здесь не показано даже ни стрелки, ничего. Что это значит? Ну это мы, наверное, увидим, когда попадем уже в следующую локацию. С пустыней, да? Она тоже гигантская и, возможно, довольно интересная. Потому что там я уже видел, одним глазиком видел пирамиды какие-то. И это будет очень интересно. Спасибо, что смотрели. Мы увидимся в следующей серии. Я доволен тем, что все-таки завершили мы эту цепочку с ранарами. И будем, скорее всего, сейчас уже идти ближе к сюжетке. И, возможно, пару заданий мира еще выполним, которые тут разбросаны, которые я уже нашел. И не забывайте подписаться, если не подписаны. Напишите комментарий, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И смотрите мои видео до конца. И для меня это очень важно. Увидимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. Пока.